Пройдем туда, вон туда, где у нас. Рыжин, свадьба? Там она мой, где дети и они собирались. С колоколом все укажем. Вы там часто услышите, как колокол... Никита, подойди, потом... Провод этот, пожалуйста, принято с той стороны. Сейчас. Я просто начал уже снимать. Да, вон там, в щель ее положить. Ты оттуда влазь, Витя. Влазь там все столбы-то тебе. Просто туда проделаны. У вас это фотоаппарат или видео? Фотоаппарат с видео. Давайте проверим звук. Да? Посчитайте до десяти. Что-то прочитать? Ну, что сказать? Ну, если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. Вот знаете, что я... Почему я вас сразу полюбила? У вас есть чувство юмора. Вот это располагается в самую первую секунду. Давайте, мы как раз на том самом месте, в том самом лагере, да? Да. Уже на весь интернет известно. Вот здесь мы тренировку ввели. Если придет полиция. Ну, здесь стояли двое в виде милиционеров полиции. Ну, а здесь кто оставался. Ну, и дети стояли рядом и смеялись. Им интересно было. И когда приехала милиция, они те же самые вопросы все задавали один к одному. Расскажите, вы почему детей готовили ко встрече с Роцпотребнадзором, как будто это должны самые опасные злодеи прийти вот здесь на территорию лагеря? Из-за того, что мы считаем, слышим, было и предупреждение. То есть, до этого они приезжали, одного мальчика, Тимоша Батугина, они разведенные, и сына присудили отцу. И он из Москвы его сюда прилетел и отдал. Это раз он прислал самолетом, как посылку. А мама-то хочет его что-то там, и стала его избивать тут, то есть, наплела она там коров. Ну, и приехала полиция, прокурора, тут при мне они его допросили, ничего не было, его пальцем никто не трогал. То есть, все рассыпалось. Ну, и закончилось, положительный результат. И вдруг, это через, на пятый день примерно, приезжает уже компания их, кажется, на двух машинах. Вот это Роспотребнадзор. Зачем? Они изменили бы намерение, а то по той же самой причине, причина раскрыта, ничего не было, уехали положительные результаты назад. Я вас не пускаю. То есть, если бы они сказали, вот то-то, то-то, тогда бы я запустил. Я вижу, что они играют и не подготовились. И я их не запустил. Но их и сильно это задело. Ну, а после этого, приезжает указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Проверка всех лагерей, в связи с гибелью там, в Карелии где-то. Мы открыли все двери, приглашаем ради их. Вон, видите, какая высота. Вывешаем российский флаг из уважения к нашему президенту. Мы так и сказали. Как правило, у нас гимн тут поют. Но на мои слова, не на этот. Ну, и в третий раз приехали, теперь они зашли, начали пробы брать. Все везде провели. Ничего они нет. На озере, может нет, купаться. Вот я и отмечаю, пруд божий, дети божьи. У кого я спрашивать-то буду-то? Это уже смешно даже. Ну, и вот теперь они уже засыпились. Нам никаких от них бумаг не поступало. Лагерь не закрывали. Потому что 18 июля в 22.00 сюда приехала полиция. Дежурный увидел, дал сигнал. То есть все сработало так, как вы репетировали, да? Все один к одному. Подготовили детей? Все, готовили детей, знали куда бежать, в какие двери убегать, дальше куда их ведут, где скрывают и прочее. Зачем? Они охотились за детьми. Им нужны были адреса. Это они сами по-листайски сказали. По адресам теперь идут к родителям и начинают их давить. Вот такая-то бумага или что они там приносят на меня. Уголовное преступление. Ни один родитель не подписывается. Им надо новых детей теперь. А новых я не даю. То есть я обжегся на них. Я не стал других давать. Они обманули. Это требуется там по учебе помочь. А у них и в мыслях этого не было. Им нужно было родителей натравить на меня. То есть жалобы от родителей поступило. Прокуратура следует. Все тут не хорошее дело. Я поняла. Давайте здесь пройдемся. Расскажите и покажите нам, чем занимались дети в лагере. Вот как вы организовали их досуг. Вот это вот столовая. Вот это столы мы уже размонтировали. Высокие это столы, низкие это скамейки. Везде висят там уставы. Так, но я буду выполнять роль Роспотребнадзора. Вот здесь. Роспотребнадзора столы. Смотрите, я буду выполнять роль Роспотребнадзора. У меня же скамейки лежат. Дети что? Должна быть чистота, да? Наверное, все-таки их смутило. Ну тут к этому претензий не было. Тут все поливается. Тут резиновые, видите, осталось от них. Резиновые большие пологи, они промываются. То есть претензий не было никаких. Так. Тем более, они увидели здесь вот ласточинное гнездо. Ласточки. Ласточата здесь. Вот они. Дети едят. Это место мы сделали недоступным для кошек. Тазик небольшой, протерень такой с водой. А кошка воды боится. И дети тут сидят, а здесь ласточки на место. У нас в храме 2-3 гнезда ласточинные. Вот они это видели все. Вот когда людей много, детей было, мы кормили в две очереди. Вот это вот, и вот большой зал. Он видно, как столы. Дальше клеенка это обиты. Видите? Два стола. Это в две очереди. Ну, бывало в среднем сто восемь, сто девять человек. А нынче-то меньше. А чем, как организовывали досуг детей? Ну, как досуг. Ну, в порядок. В первую очередь встаем в пятницу. Пойдемте потихонечку. Туда же столько осталось? Это подвал. Это у нас подземная была, как церковь. Копали. Это катакомнда была. Потом мы все раскрыли. Это кухня. Сами все готовили, да? Видите, холодильники, морозильная камера. Я сам пищник. Володя, Никита, открой-ка пекарню. И игровой зал. Видите, все тут. Можете заглянуть. Я сейчас вещу вам здесь. Посмотрите. Вот какой стол. Все такое медвежье, как у собакевича. Но нам достаточно. Там большой котел с водой греется. Там электроплита. Посуда закрыта. Все это чисто. К этому претензий не было. Здесь висят полотенца. Ага. Ну, это вы все промыть. А досуг? То есть, чем дети занимались? Вот досуг. Смотрите, по порядку. Просыпаемся. У нас здесь устат. Пять утра. По днем в пять утра. Ни в одном лагере этого нет. Сдали. Ну, первым делом, что дети. Сходили в туалет. И дальше они идут за водой. Угу. Там, где в деревне, у нас свой колодец. Лагерный. Глубой колодец. Там качают насос. Ведерочки. Они стоят, как все, только так пошли. Набрали. Угу. Вот привязывается сюда. Гимнастика. Теперь комплекс упражнений. Так. Бегают. Вот. 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 Которая называется. Ну, не знаю, как сейчас. Разъезд мы называли. Ходить по нему сейчас. Растикулярно отрабатывает. Угу. Здесь три раза оббегают. Все. Зашли. Помахали руками. Теперь молитва. Утреннее правило. Православные мы. Вот у нас, видите, какой крест. На все. Колокол бьет. И маленькие колокола. Тот ударит, и они начинают трезвонить. А еще и железок. Угу. Когда один пианица сгорел, а раздуло, видите, прямой такой сосуд и какой он превратился. А это у нас... Как звучит? Покажите нам. Вот. Смотрите. Вот если один раз... Это означает перед аналоем, это аналой. Здесь Евангелие. Надо собраться. Если два раза... Вот. Это означает учение начинается. Там идут занятия. Три раза обед, ужин, завтрак. Вот. Теперь четыре раза. Это означает, Евангелие считает. Мы покажем, где молиться. Тут комары. Мы вынесли на бугор. И там делали... Надо показать вам. Молительное правило. Там крест, высоко, огорожено. Пять. Пять. Это означает тревога. Пожар. Роснадзор этот. Все. И ударили пять расколок. Это означает, враги напали на нас. Дети выскакивают. Хватает то, что они полураздеты. Должны бежать вот в эти ворота. Откидывается жерб. И они уходят. Дальше я уже не буду говорить, что означает каждый. Каждый уезжает ребенок. Десять раз бьет колокол. Прощается. И дальше там большие коровники. И они уходят там тропа. Уходят там озеро. А там детей уводят. Там разные места куда. Далеко не уводят. Прям здесь разворачивается. Или кино смотрят. Зал ведут просмотровый. Или ночью по домам распределили. Дети они ночевали. А утром уже ночали. Какого куда отправить. То есть детей мы им не отдали ни одного ребенка. Они не могли взять. Они дежурили здесь. Вот где ваша машина была сейчас. Они дежурили несколько суток. Передавали вахту друг другу. Полиция. Пустое место. Отец Аким пришел и говорит. Да никого же нет. Лагерь закрыт. Ну нас послали. А зачем? Адреса нужны. Полиция это отвечает. Правильно. Ну вот. Какой распорядок дня. Теперь. Дальше у нас там козлики стоят. Пилят дрова. Мы же сами себя обеспечиваем. Для ребенка это не трудно. Взрослые колят. Дети не колят. Дальше. Кухня работает. Повара уже готовятся. Здесь у нас. Вот попутно показать. Смотрите. Это пекарня. Володя тут пищет хлеб. Две мужские пищи. Я 40 лет пищником работал. Это мое детище. Вот она какая. Алюминием покрыто. Все протирается. Дезинфицирующе. Вот. Вот эти печи где есть. А вот формы лежат направо. Видно? Нет? Хлеб. Вот оно где. Вот здесь. В эти вот сосуды большие. Там хлеб подвешенный. Сразу сухари сушат. Это ящик специально для хранения муки. И там ни одна мышь не попадет. Что еще больше надо? В 8. Колокол три раза ударил. Завтрак. Позавтракали. После завтрака. 7 минут ничем нельзя заниматься. Только сидеть. И не выходить за ограду. Пока пища опустится. Нельзя не переворачивать. А тут турники. Разные инструменты. Игра в городки. На ходулях. Это нельзя 7 минут. А вы видели по реакции детей? Не первый же год вы проводите этот лагерь? 45 лет. Вот чаще всего. Какие дети приходят и какие уходят от вас? Ну, знаете, были бы здесь они, пусть бы они сказали. Ну, вы как педагоги наблюдаете со стороны. Что тут говорить? Ко мне приезжают профессора психологии. Профессора живут здесь. И говорят, вот мы встретились с таким-то. Ребенок-наркоман. Как в течение одного месяца полностью и навсегда бросает. Как это может быть? Другой матерился. Больше никогда этого не говорит. Вот сестренку гнобил, давил. Сейчас обнимает мама, папа. Это что можно в течение одного месяца? И Состанкина в Москве сопровождает директора Кестовского института из Лондона. Ксению Деннон. Сюда. А у нас Дим, я написал, про лагерь Стам, степи на навозной куче, что может быть круче, ёх! Кричат дети, это видно все, поют где на костре. Каждую пятницу костер. Дальше начинают работать. Отдельно на огород идут. Группа идет. Ну, там морковка. Мы же питаемся сами себя. У меня где-то нынче было 80% бесплатно. Бесплатно. Я должен обеспечить. Достать муки, вермишели. Мне надо купить рыбу. Купить или достать растительное масло. Мука, сметана, молоко, творог. И никто мне не даст заром. Я все должен сам доставать. Сам. Волка кормят ноги. Вот эти строения тоже сами строили. Глиняные, обмазанные. Там лишь бы только ночевать. Мы покажем там как. Ага. Вот до обеда алле работает 45 минут. 15 качаются. Там большие качели. Вот видно где. Дети играют. Обед. Ударили. Помыли руки. Пообедали. Все. После обеда занятия. Игры. Тут приходят деревенские. Футбол. Волейбол. Настольный теннис. Тут игр очень много. И вторая площадка игровая в деревне. И та еще больше. Окей. Хорошо. Поняла. Так. Давайте тогда сядем где-то и продолжим разговор. В воскресенье. Хочешь мы еще походим? Тебе какие-то может нужны перебивки? Нет. Отдельно перебивки. Отдельно. Потому что выходим. Окей. Да. Давайте продолжим тогда диалог. Так. Далек от меня идти. Нет. Далек от меня идти. Володя тут. На ничего. Здесь просто красивый пол выведем. Вот это вот зал. Настольный теннис. Дети играют. Соревнования. Качели. Здесь от перебки тарзанки называется. Он на стол залазит и раскачивается. Огромные качели. А тут футбольное поле. Перед нами. Тут играют. Тут батут вот это. Койки скрытые. А здесь качалки разные. Это нас легко убрали. В каком возрасте дети были? От трехмесячного до 72 лет. Так из трехмесячного. Трехмесячного, говорю. Мать приезжает с ребенком. Грудной ребенок. Такие были. Загуляева. Это Зоя приезжала. Тогда Максим какой был. В этом году не было. Возраст. То есть до семи лет в кем-то. Семи самостоятельный. Вот это разница. Вот турники разные. Видишь, дети. Все им надо построить. Вот тут был козел большой. На него залазили. На коне. В воскресенье на лошади кататься. Хозяин коня уехал. Поэтому. Это со стороны смотреть. Это убожество, нищета. Мы скрылись от ветра. Все. Здесь цветы. Вот посмотрите, как там внутри. Вот оно где. Это поднято на 20 сантиметров. Это все выметено. Тут матрасы лежат. Белье каждую неделю. Стирка. Чистота. Это сейчас взрослые тут живут. Два этажа. Восемь человек с этим. Наставником. В каждой келье. Ну да. Еще покажете келью. Мне здесь нужно на интервью один из крупностей. А на подъем. Твоем. Вы тогда присаживаетесь? Да, нет уж. Почему? Зачем? А просто нам так будет удобно записать. Ну, посмотрим. Здесь можно здесь? Нормально? Нормально? Нормально. Вы знаете, у нас отношение к женщине. Тут были прямая лавочка. И у мусульман разное. Вот в Афганистане. Ну, он пришел в Советский. Пересмотрит. Мужчина в прихожую ждет. А приехала женщина Красного Креста с Англии. А у нее гноящая рана от простреленной плечо. И он верит. Мужчина развернулся. Выходит. А почему они лечились? Так я пришел смотреть. Я же не знал, что женщина. Ну и что? Так я могу заморщиться. А она увидит, что я морщился. Да разве уже можно это? А, типа что больно? Больно. Морщины у него. Больно. И женщина увидит. В ее глазах он как бы упадет. А у нас нужны нет. Он стоит. Слюни распустил перед женщиной. Там другое отношение к ним. И нам нужно кое чему учиться. Не просто так. Вот меня спрашивают, откуда это взяли? Я говорю, это японская система воспитания. А вот это? А вот это какой-то случай. А это английская. То есть я везде ездил, где и показываю. Вот это нельзя. Культ Японии это конзё. То есть никогда не стонать. Никогда. Я сильный, все переможем. Как судьбе человека Шолохова. Мы сильные, мы переможем. Ну я один могу здесь. Давай. Садитесь рядом. Ну по кадру надо, чтобы я так сидела. Как он может кадр помешать? У кадра никак. Я могу не расслышать. Будете время тратить. А я буду громко говорить. Так слышите? Так слышите? Слышу. Ну всё, отлично. Я хорошо по телефону слышу. Что? У меня механическое повреждение было. Всё, если рассказывать вам биографию, так это… Да, смотрите, некоторые вещи… У вас, конечно, очень богатая биография, и рассказывать всё совершенно не имеет смысла, поэтому… Вернее, как, имеет смысл, но вы уже записали для этого, сколько там у вас на YouTube-канале видео уже. Вот. Поэтому у меня будут какие-то конкретные вопросы, и если вдруг вы чуть-чуть там начнете обобщать, я тогда… Да. Да. Вы бы хоть и другой скажете… Да. Не надо. Много снимали. Вот вы фильм «Пречувствия» не видели? «Пречувствия» нет. Он занял первое место на международном киноконкурсе. Настоящий фильм, когда с бобинами с такими приезжали кинорежиссёры. Первое место в Югославе взял «Золотой Витязь». А если я так сижу, нормально или у тебя попадает в карту? Нет, не попадает. Ага. Второй фильм «Золотовцев потеряем». Это моя биография. Он занял первое место в России. Ага. Как называется? «Златоус из Потеряевки». Это мое прозвище «Златоус». Угу. Я не «Златоус», но так вот режиссёр решил назвать. Угу. И третий фильм, это разные студии снимают. «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Угу. Очень серьёзный фильм. Жизнь режиссёра стоил. Погиб. Он ездил один-единственный режиссёр с патриархом Алексеем Вторым по стране. И когда заснял, потом меня и сделал так, как будто мы сидим и разговариваем за одним столом. С кем? С патриархом? С патриархом Алексеем Вторым. Ага. Они никогда не ожидали. И дальше что было, это страшная трагедия. Более, 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 сказать, опасной мафии, чем церковной нету у нас в стране. Комсомольская правда об этом подробно писала. Угу. Можем? А, отлично. Ты можешь хлопнуть. Да, могу, конечно. Давайте закончим историю с лагерем. Как вам всё-таки кажется, в чём основная причина? Почему хотели закрыть лагерь? Сколько он? Он 45 лет существовал. Существовал, да? Почему он вдруг... Они написали инструкции. Писал человек больной. Больной телесно. И они хотят в эти инструкции вогнать здоровых людей. А мы не подходим. А им нужно же показать, что нарушение. Нарушение. Вот сидим, она показывает. У нас написано, должна быть проточная вода. Я говорю, ну мы принесли вода. Но она не проточная в бачке. Поднимите на крышу, чтобы она текла. Мы запишем проточную. Я говорю, надо в дурдоме проверять, а не здесь. Зачем приехали? Ну дурят же, ясно. Мы сидим. Столы. Ну просто отличные. Скотёрки новые. Там светастые. Он пишет. Неструганные доски. Я говорю, какие? Где они? Ну у нас уже так напечатано. Он в Барнауле напечатал. Опровергайте через суд. Вот есть российская газета. Учредитель российского правительства. Путинская газета. И она написала огромную статью про нас. И сразу осаду сняли. Тут забегали до губернатора все. Машины понаехали. Кто давал фотографии? Кто давал? А меня не допрашивают. Приехал глава Шойхет Яков Нахманович, еврей. И он это все поставил на место. А ты что, мазунки? Еще особенно мы в Украине, на Украине таких жили. Что? За что нападать? Главное, больных-то нет ни одного. Больных детей привозят. Девочку привезли. Она бледная, как спиной мозг. У нее что-то неладное. А поехала в футбол играет. Как каждый день молимся. Святая вода. И вот живут здесь профессора психологии. И в конце выводят. Главный движитель лагеря. Тире с большой буквы. Любовь. Вот и все. А как любовь? Любовь это не потащится. Угу. А вам внутренне обидно, что вас пытались уличить там в чем-то, да? Нет. Я уже настолько все это афтерты. Есть поговорка. Старого быка еще больше бьют, шкура толще. Вот если бы они это не написали, вас бы тут не было. Вот и все. А уже это одно оправдало. Они нам ничего не сделали. Рук не выкручили. Они у меня и так выключены уже. Меня вертели и крутили. Я в 87-м только освободился в последний раз. Что меня спрашивают-то? Я зэк прожженный. Каторжник. А этому каторжнику мэр города приедет, будет отдавать два здания в частное пользование. Я у них выиграл процесс 11 лет, что мне изъяли. Должны были 11 миллиардов мне этим деньгам. Я к примеру сказать, мне никакого зла они не сделали. Когда я освободился, к ГГБ сразу приехали. Жену спрашивают, он наверное обижается на нас. Я говорю, как? Мы молились за вас. В Нью-Йорке был, большие собрания там собирали, чтобы я выступил. И вот, какое вам беду, зло КГБ принесло? Я говорю, никакое. Они меня сделали известным. Только и всего. У меня нет врагов. Я молюсь за них. И все. Но я так понимаю, что это же не первый год, да? Когда пытаются найти что-то неладное. Вот в 98-м было. Через 9 лет. Через 8 лет. Опять повторили это же. Но тогда еще как-то коммунисты были у власти. Они этого не делали, что сегодня. Они подключают суды и то другое. С Роснадзором нельзя бороться. Это абсолютно невозможно. Потому что то, что они дают полицию, прокуратуру, суды, те выполняют сразу. Поэтому бесполезно. Лагерь ликвидирован. Его нету. Я говорю о прошлом. Я уже с вами говорю не как начальник, а бывший начальник. 45 лет позади. Мы не нужны государству такие. Бороться это бесполезное дело. Абсолютно. И я расформировал лагерь и сказал, он будет в другом формате у нас. Угу. Мы уже знаем как будет. Угу. В один день все решили? А детей куда дели? Все. Машины вызвали, отправили. Другие по домам распределили и все. Сюда ни один ребенок после 18 июля, 22, когда приехала полиция, уже спали они дети. После этого ни один ребенок сюда не зашел. Я очень строго держу это, чтобы не сказали. Они, не зная это, требуют закрытия лагеря. А теперь говорят, Роснадзор закрыл. Не закрывали. Я его закрыл. Закрыл и расформировал. И составили сразу протокол. Собрал жителей. Все сделали как надо. С печатями, с подписями. Документ официальный. Так что у меня претензий нет ни к одному человеку, Роснадзор. Я просто молюсь. Вижу, что они делают неправильно. За них молитесь? Обязательно. Чтобы на путь истинный встали? Ну как. Мы молимся каждый день за президента и за Путина, за Ардогена, за всех, чтобы был мир. У нас правило такое. За Барака Обаму. Мы ежедневно напоминаем их имена за Медведева. И дети это знают, чтобы был мир. Они не понимают, с кем борются. Если я борюсь с сатаной, это понятно с сатаной. А с человеком как? Бороться, когда он одержимый демоном. Он не понимает, что делает. Я молюсь, избавлю от злого духа. Дай ему увидеть, что он делает неправильно. Будет момент, когда они все горько поймут, это будут раскаиваться. А сколько раз вас пытались закрыть, обвинить в том, что вы занимаетесь не... Ну, если так уже говорить, помало это, они все время щипали. А буквально вот так вот, как сейчас два раза. В 98-м и вот в 2016-м. А про 98-й вспомните? Ну, конечно. 15 комиссий за два месяца. 15, а тут только три. Так это краевые были, а это еще местные. Страшное дело. Они там набрали еврейская организация, ВНСЗР, профессорский состав, ГТРК, Алтай. И кого только не было. КПРФ подключилась, первые секретари сюда едут, и ничего не могли сделать. Когда я вернулся осенью, я подал в суд. Три процесса полностью выиграл, их разгромили на нет. Вот, который писал статьи Самольцев, МК на Алтай. Его нашли мертвых где-то, неизвестно от чего, убитые где-то. Который инициировал встречу на инсульт, он сразу умер. Мы никого не трогали, мы молились только. И мне в прокуратуре говорят, а страшно смотреть. Это что за разгром такой? Я говорю, я не знаю, я молюсь только. Господи. А тогда какие были к вам обвинения в вашах? А? Какие были тогда обвинения? Были обвинения такие. Нет громотвода. Громотвода нет. А зачем он мне громотвод? Нигде молния не бьет, мы верующие. Ну вот сделайте громотвод. Мы имели регистрацию. Тогда отводят в сторону и говорят, снимите с регистрации, и комиссии больше не будет. Мы зарегистрированы были, с регистрации сняты были, потому что изменился закон в отношении лагерей. И мы под этот закон не подходим. Необходимо было, учредители лагеря 10 человек должны жить на этом месте, а у нас их не было 10. Тогда тоже лагерь, не общину, а лагерь, да, тоже закрывали? Это лагерь. О лагере шла. Лагерь имела отдельную единицу регистрации. Номер 139. И поэтому у нас претензий не было, но закон изменился. Закон изменился, а я организатор, я его беру на себя и община ни при чем. А как лагерь комиссии связан с тем, что вас потом заключили под стражу? Комиссия что? Как лагерь комиссии, вот вы говорите, 15 комиссий было, и ваше заключение под стражу, как связано? Никак, это было намного раньше. Это в 87-м году я освободился, а комиссия в 98-м. Через 11 лет лагерь начали гнать. В лагере без меня был. Но все эти годы вас же периодически обвиняют в том, что вы и сектанты, и знатные сектоведы включают в свои реестры вас. Вот они обвиняют. Вот она писала, мать, его тут стягают крапивой, его там морят голодом, зарядку на траве делают. И тут же сидит прокурор, полиция, и все это заснято. Спрашивайте, может, у меня никто, а пацан такой умный. Он говорит, никто меня пальцем не трогал. А есть? Ем, чтоб все. То есть она не видела, не знает, она думала через это сына вернуть ей. Я говорю, на траве и делаем, а где делать? На воздухе мы еще не святые, на воде не устоим. То есть она ничего не могла сказать. Ну и на этом все закончилось. Но у вас какой главный аргумент, когда в ваш адрес говорят, что вы сектанты? Я знаю, какой главный, но они его не говорят. Нет, нет, ваш какой главный аргумент по поводу того, что вы не секта? Вы просто люди, живущие... А зачем я должен доказывать? Я знаю, Евангелие нам говорит, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Все, блаженны вы, то есть счастливы. Когда будут вас гнать, неправильно злословят за меня. Это блаженство Бог дает. Я его принимаю как должное. Если я был как все, но на поводу у властей шел, меня бы никто не трогал. Вот каждый день бы пионерские тут горные играли, ребятишки бы тут делали что неладно. Вот приехал воспитатель из другого лагеря и говорит, у нас двухэтажные. На втором этаже девочки, на первом мальчик. Утром приходим, все... Первый этаж пустой. Первый этаж пустой, все спят там. А у нас сегодня, узнает батюшка, спрашивает, а там муж и жена нет? Мы думаем, где вас, в каких местах, поврось расселить. А взрослых? И у нас забота. Чтоб подозрения не было. Чтоб ваш муж не сказал там, или его жена к нему не имела претензий, где вы ночевали. У нас тут девочки отдельной кели. Мальчики не имеют права даже мимо проходить. Мимо. Во время игры не имеют права пальцем прикоснуться к девочке. Так беречь этот золотой сосуд. А люди-то не знают этого. И поэтому их лагеря я называю гнанники разврата. Какие обвинения? А у них обвинений никаких и нету. У кастрюли нашли отбитая эмаль вверху. Какое отношение имеет это к лагерю? Доска разделочная, купленная в магазине. Она не из того дерева. Откуда мне знать? Она продается, я взял, она должна быть там буковая какая-то или дубовая. Я говорю, мозги дубовые надо иметь. Ну что вы думаете? Дети сытые. Ни одного больного. Доказательство. 45 лет. Ни одного больного. Что еще доказывать? Это самый правильный способ, как мы не рублят государство. Ну как вы думаете? Это просто желание придраться, да? Выполнить вот предписание президента и искать какие-то нюансы там, где их нет. Или это непосредственно к вам отношение? Конечно. И еще раз то сомнение в том, что секта не секта. Чем здесь детей? Секта, секта. Что такое секта? Они не знают это секта. Секта они знают, что такое секта. Вот откройте словарь политический. Там написано секта, тире, учение, разлищееся с государственное, которое православие. И отрицающий институт священства. Как отрицать, когда он священник, батюшка? То есть никак. Вот, допустим, баптисты, они не имеют священства. У них кого бы не было. У нас от апостольских времен рукоположение идет. Русская православная церковь. А они называют, я племянник Гитлера, родной дядя Сталина, ну еще из этого. Ну, наверное, основное, что людей смущает, то, что вы стараетесь сторониться мира. Кому это должно быть? Берегите. Объясните, почему? Дружба с миром есть вражда против Бога. Дружба с миром, вот с этим, есть вражда против Бога. Это равнозначно. Яков, 4 глава, 4 стих. И который этим занимается, дружит с миром, называется прелюбодеей. То есть духовная проституция. Это написано в Слове Божьем. Это не мое. Это Евангелие, Библия святая. Ну, чем люди в соседней деревне могут быть... Ну, зачем смотреть мне на людей? Я люблю Бога моего. И мнение людей, которые... Роспотребнадзор там они пишут. Ян Затаус прямо говорит, это пискомара, которого вы боитесь. Это жужжание жука и карканье вороны. Меня это не интересует. У меня ни один ребенок не погиб. У них по трупам идут. Четыреста пятьдесят три ребенка сейчас только... Триста пятьдесят четыре. Триста пятьдесят четыре в обокане только потравили. Это что, ладно? По девяносто восемь под капельницами лежат. Это не у меня. Они должны приезжать учиться, как здоровый образ жизни сохранить. Нет, нет. Я в общем про вашу общину, что в уставе у вас значится, да, что лишний раз за помощью к неверным не обращаться. Ну, правильно. Лишний раз стараться не контактировать. Вот объясните, почему вы стараетесь вот... Зачем? ...быть в своем кругу. Да как в своем? Зачем к ним обращаться, когда мы самодостаточные? Электричество есть от мира. Все. Комбайн свой. Земля дана. Работай. Нам не за чем обращаться. Если что нужно, надо доставать свое иметь. Вот он меня просит, что-то у меня ценный прибор какой-то. Я могу отдать и подарить ему. А не так дал, взял, это вредно. Это не нужно делать. Не быть господином дай, в уставе написано. И что здесь плохого? Русский человек всегда так жил. Христос говорит, блажение счастливее тот, кто дает, чем тот, кто принимает. Блажение давать. И поэтому мы стараемся сэкономить и дать. Дать, а не взять. А мир этого не знает. Мир думает, как обмануть, как не заплатить. Вот у нас у Игоря, фермера, взяли гречки. На сегодняшние деньги 800 тысяч. И отказался, не брал, а дал расписку. И суд уже, я не знаю, сколько идет все лето и все. Ну, как будто бы суд начал разбираться. На мне зачем обращаться и зачем я буду туда обращаться? Если у них ничего нет. Да даром никто и не дает. Я обращаюсь, когда нужно мне достать серьезную мука, крупы. Я тогда обращаюсь где-то и кто-то помогает. Мы обращаемся. А так все, что за пределами вашей общины, это враги? Это... Враги три. Три враги. Три врага. Первое. Посмотри в зеркало. И ты увидишь первого врага. Самого ярого, непримиримого к тебе. Понятно? Отвергись себя. Возьми крест, следуй за мной. Вот это первый враг. Второе. Это у нас сатана. Господь его шип с неба. Это поэма демон Лермонтова хорошо об этом объясняет. Дьявол избавит нас от лука, очи наши считаются. Это второй враг. Он, мы говорим, он где-то рядом. Мы его не видим только. Он не видим. И третий. Этот мир окружающий. Не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Если мы любим Бога, то мир этот мы не можем любить. Что в мире этом есть, нам не нравится ничего. Смотри, вот рядом корова. Это не мир. Но когда начинали, мы обратились в мир. Купить корову было негде. Лошадь доставали. Поехали в соседнюю деревню. К председателю колхоза. А дальше уже на свой приплод обращаться не за чем. Нам не за чем обращаться. У нас все есть. Мы не пропиваем достатое. Оно все остается. И поэтому мир этот, который вокруг нас, он враждебен. И мы должны быть ограждены от него. Чтобы дети не слышали этих матов. Вот что там по телевидению. В интернете показывают всякую скверну. Он не научается, а только развращается. А за это придется отвечать. Вот и ответ. А если можно, вот историю вашего... Вы говорите, я зэк. Прожженный зэк. Да. Напомните в двух словах, как так вышло? Сколько вы провели в застенках? Меня только 26 лет психиатрия мучила. Не два года, а 26. Вы прикиньте. Я нигде не мог поступить. Вот я поступаю, там, 14 человек на конкурс, на одно место. Я его сдаю, все пятерки. Шесть дней проходит, меня оттуда выбрасывают. КГБ. Я возвращаюсь из заключения. Всех зэков устроить на работу. Тогда тунеется было. Со мной ходят 18 предприятий, в один день только отказывают мне. В одном месте приняли. Я пришел на работу, во вторую смену. И мне в окно трудовое вот так выкнули. Уходи с территории отсюда. Я враг государства. Меня сделали таким. Они меня первый раз видят. Там органы, они ему дают убрать его. Убрать. Я влияю на них словом. Не я враг. Это они делают меня врагом. А что я сделал не так? Конкретно. Хоть обвинение одно было, ни одного обвинения за всю жизнь не было. Нигде. Нигде. А вы посадили-то вас за что? Я вам рассказываю о том, как вот они преследуют человека. Притом ни за что, совершенно. Если бы я виновен был, они бы, конкретно, статья такая-то, такая-то. Вот отсылают нас работать на Новосибирске на завод. Был пропуск на одном. А тут фотография вот такая большая. Я говорю, а зачем большая-то? Ну, тут военный завод. Как военный? А уже нас приняли. А работаем. Я пошел, что это действительно военный завод? Ну, это под номером, но это военный завод. Я работать не буду здесь. Почему? Я мирный человек. Я пошел, заявление даю. Да подождите, да как-то все понятно. Я не буду станки вам устанавливать. Я вот, как они ко мне относятся? Один момент только где-то. Я уже за воротами. А вас обвиняли тогда в том, что вы распространяли, помните, формулировку? Архипелаг ГУЛАГ. Вот когда стали писать недавно в статье 10 исполнено, скажется, 30-летие публикации первых глав архипелага ГУЛАГ Александром Твардовским. И тут же сразу опровержение. Это неверно. И за 10 лет, до 30, то есть 40 лет назад, православный проповедник Игнатий Лапкин распространил по всей стране архипелаг ГУЛАГ. Я на 10 лет опередил эти события. Начитал на 11 катушек. 375 метров. Это 67 часов звучания. И растиражировал по всей стране архипелаг ГУЛАГ. Дальше. Брал интервью репрессированных. А это находка. Их нигде этих людей нет. Вот моя беседа с Александром Менем. Нигде нет. Они мои. Я их по радио, когда вел передачи, неоднократно пропускал. И говорю, да как вы могли с таким человеком спорить? Я могу, а ты не можешь. Я беседовал с живым. А ты будешь пинать мертвого, когда он тебе ничего не может ответить. Вот это конкретный ответ. Им это очень не нравилось. Но не только это. Я написал стихотворение. У меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетах. 36 строчек в каждом стихотворении. О Ленине. Стоит свой рот ащерев. По мету птиц подставил голый череп. Вождь атеистов сонмище иуд. Они мне никогда этого не простят. А КПСС что сказано? Что это пойдет КПСС. Незверглорим, пойдет КПСС. Если Христос воскрес, твой истинный воскрес. А этого они не могли простить. Да мы тебя сгноим в фирме, начальник фирмы. Я говорю. Священное Писание говорит так. Все временно. Бог вечно. Так написано. Наверное так и будет. Сколько вы там провели? Все мои. Ну сколько? Просто чтобы вы потом нас тоже не обвинили в том, что мы искажаем факты. Меня помиловал Господь. В 87-м году вышло помилование за подписью Горбачева Михаила Сергеевича. Нас было 210 в лагере. 210 по всей стране. Всего год вы там провели? 87-го, 15-го марта. 87-го. Еще коммунисты у власти. Внезапно появляется статья. А я сижу за столом в зоне. И там написано помилование. Статья 193, 70-я. Я кричу второго не надо. Вторая еда. Вторая еда. Я иду на свободу. 10 дней меня оттуда выкинули. Вот так. Это Господь так сделал. А реабилитация была только в 92-м. До 92-го они еще мурыжили. А уж реабилитировали. Теперь начали возвращать, что похитили. У меня суд шел 11 лет. 11 лет я его выиграл. Это Бог делает. А как это может быть? Я этого не знаю. Мы только молились. Вот сейчас уже надзор этот. Все молятся. И говорят, с победой поздравляют. Но никакой победы я не вижу. Это Бог так сделал. То, что они замышляли, у них не получилось. И ничего нельзя сделать. Я Богу предал свою жизнь. На Бога надеюсь, молюсь. И Бог так поворачивает, что все кончается. И последний момент. Тот микроклимат, который Вы создали здесь. Да. Вам кажется, что это идеальная модель, применимая и по всей России? Я понимаете. Никогда не думая ни о модели. И в большом таком... Ну, модель общества, которую Вы создали здесь. Все живут по закону Божьему. Все прислушиваются. Ну, должно быть так. Должно быть. Рано вставать. Рано встает. Бог дает. Без молитвы ничего не делать. Купаться должна быть охрана. Почему у нас не утонул ребенок, а у них утонул? У нас все верующие. Вот они подходят, дети. Так искупаться охота. До шести раз в день купаются. Так, три поклона. Кто? Ты хорошо плаваешь? Не меньше шестнадцати лет ему должно быть. Он идет, сопровождает их. Там ограждение поплавками. Отдельно для ребятишек маленьких. Называется лягушатинь где-то. Вот они три поклона. Трижды перекрестились. Пошли. Приходят там. Они не бросаются в воду. Еще там три раза поклонятся. Теперь к старшему. Благослови. Он говорит, Бог благословит. Вот как. Это создает полную безопасность. Простите. Платочек надо иметь. Платочек щихать. Детям сразу сделают замечание. Так. Ну хорошо. У нас аккумулятор. Они учатся щихать и кашлять. Угу. А у тебя же он есть с собой? Нет. Я его забыл взять с собой. Значит нужно будет съездить туда. Мы не создавали модель. Просто жить по Ивану. А уже Даши как будет. А кто нас привез? По мне этот вечер. Угу. Уехал. Уехал. Есть велосипед. На велосипед мой. Садитесь. А. Только еще бы знать куда. Хотя в принципе я приблизительно знаю дорогу. Все. Подожди. А где он его найдет? Алеша. Нет. Ему надо... А где это у вас камера? В доме? В доме. Все. У Алешки. У вас в доме. У него там аккумулятор. 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 Сел. Вот видите. Ваш. Я про это и говорил. Но мы без него. Аккумуляторы поговорим. Понимаете. Мы живем один раз. В коротенькой жизни. Надо прожить ее интересно. Красиво. По Божьему. Как Бог заповедовал. А Господь заповедовал жить честно. На первом месте совесть. Вот я спрошу вас. Что такое совесть? Объясните. Когда тебе и не стыдно за то, что ты делаешь. За свои мысли. А? Вы можете свою мысль так выразить и сказать. Совесть это вот это. И написать. И повторить ее завтра, послезавтра. То есть у вас это выраженная, затвердевшая форма. Нет такой вещь? Ну, наверное, про совесть я не так часто думала. Как про любовь. Или про семью. Я наработку имею свою. Так. Совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. Ну. Да. Ваше право. Вот так. Вот мы сидим. Меня приглашают на разные колокольцы, на конгрессы там в городе. А у меня нет никакого образования духовного. Я только строитель. И вот профессорскую состав. И приглашают туда меня вот такого вот. Я сижу. Летом я хожу босиком по городу. Мне нужды нету. И говорят плохо, что нет идеи объединяющей наше общество. Раньше было пролетарию всех стран соединяйтесь. Я говорю, а она есть идея? И вы знаете? Конечно. И проверено? Я говорю, проверено. А какая? Я говорю, запишите. Четыре слова. Давайте. Тогда нет ничего. Он говорит, нет. Я говорю, есть. Дети, запятая, воспитанные во Христе. Это не будет у нас продажных депутатов. Не будут лоббировать свои интересы. У нас не будет оборотней в полиции, в суде. Дети, воспитанные во Христе. У нас не будет разводов, не будет абортов. Это другая страна будет. Ну, это же, да. Как и во всем. Главная проблема России в том, что слишком большая страна. Дети, воспитанные во Христе. Не просто хорошие. А что хорошие-то? Он сегодня хороший. Вот здесь первый секретарь райкома партии района был. Самый хороший коммунист. 64 года сидит. За сотни миллионов, которые где-то там от сельских сруженьков сняли. Сыну уже три года сидит. Это хороший человек. Могу назвать Купаев Алексей Александрович. Он приезжал сюда. Настолько хороший, что мы его добром поминаем. Он приехал и говорит, вам нельзя ничего сделать. Тут инфраструктура вся разрушена. Дорог нет. Электричества нет. Мы говорим, нам нужна помощь. А какая? Не мешайте нам. Не лезьте под ноги к нам. Мы сами все сделаем. И когда потеряевка образовалась, он приехал и батюшка ему говорит, благодарим вас, что вы так помогли нам. А как помогли? Да вы нам не мешали. Никак. Нам главное, чтобы вы не лютовали против. Как помощь оказать нам может какая-то система? Когда без их системы, без их правил мы живем 45 лет и ни одного заболевания. Но это надо смотреть. Ну были заболевания? Нет. А отравленные? Нет. Под капельницами? Нет. Это умершие? Нет. Зачем твои правила, которые ты написал в кабинете, который жизни не видел? Какие-то палочки находят. Да там может у вас мусор плавает. У нас нет палочек? А если есть, мы их проглотили, они переработали. Ну смотрите, неприспособленные к миру Лыковы. Обнаружили их. Вся семья вымерла, на Агафе осталась. Карп Осипович умер. Савин, Дмитрий, Наталья умерли сразу. Что расстройство? Желудка. Надо приготовить человека. Но будет время, когда будут великие нарывы на людях. Солнце будет жечь. Очевидно после атомной войны. Это никуда не делается. И поэтому на нас нападают. Ну какая причина? Причина то, что мы не такие. Наше существование это сплошное обличение для них. Что они живут неправильно. Неправильно. Неверно. Только для себя. В Роснадзор кто пошел? Да честно, человек разве пойдет туда работать? Ну да. Это весьма сомнительная организация. Если они вот так вот просто по уставу пришли проверять. Как устав-то выработал, тут сидит больной человек. Что у нас должно в аптечке 50 что ли наименований. У нас ни одного нет. Не надо совершенно этого. А как? Молоко. Вот представьте девочку. У нее вопросы, слово проблемы не люблю. Я не употребляю. Почки. Ну и что делать? Она уже привезенная. Я ей занимаюсь. Я не знаю сколько ей было. Лет 2-6. Ну нет так. Да. Я сразу достаю березовый сок. И каждое утро она мне по стакану пьет. И специально приношу мед с пасеки. И медом ложку меду. И она не работает. Еще сидит у меня целый час на кухне. Кончается лето. Она забыла про болезни. Вообще ничего нет. Во-первых, это не химия, которая отрицательно влияет на другие органы. Все. Ребенок здоровый. Ничего не придумывает. У тебя желудок больной. За час до еды утром слизывай медленно-медленно ложку меда. Больше ничего не надо. Через месяц проверь себе. Профессор Нассаль все это описал. Надо просто считать и знать. Ну мед-то наверно алтайский должен быть. Вот я сейчас сказал, к этому добавить ничего нельзя. Это проверено. Начинает с детей, он мерзнет. Но это не говорит, что это плохо. Мерзнет, что это нормально. А зачем же крапиву бьете детей? А? Крапивой зачем детей бьете? А где вы видели это? Ну девочка же там говорила. А какая девочка? Мама писала, да? Ну она ниоткуда не взяла. Она в полиции-то побыла, ничего нигде нету. Нет, она придумала. Она придумала, там еще что-то его заставляют работать такое-то. У него ничего этого не было. Все. И ему поверили они ей. Тогда бы хоть один ребенок сказал, то ни один не сказал, ничего нету. То есть они могут сказать. Они мерят по своим меркам, как у них есть там в лагере. Там избивали детей, с девочками спали, с мальчиками там еще что-то. Здесь ничего этого нет. И они это понимают. Да коли мы живы, да коли наш лагерь, он показывает все у них не так. А когда нет никого, им сравнивать не с чем. Мы показываем, как в бедности можно интересно, красиво жить. Вот так. Ну только жалко, что в бедности, да? А? Жалко, что в бедности. Ведь это тоже самое можно сделать и по-человечески. Вот мы делаем, что в этой бедности. Представьте, пенсия 6 тысяч 523 рубля у меня. Больше у меня нет. И как я могу этим заниматься? Вот эту дорогу, по которой вы ехали, в прошлом году я вложил в нее полмиллиона. С пенсией все? А пенсия-то такая. Я вот прошу Бога и Бог мне дает. Вот сейчас нынче уже два пруда отремонтировал. Еще два пруда. Завозится рыба. Своя рыба будет. Вот она работает у меня. Каждый день трактористу должен отдать 17 с половиной тысяч. Каждый день. Каждый день. Как у вас много тракторист получается? 17 с половиной тысяч. Вчера привезли доски, которые необходимо сливы делать. Еще 40 тысяч пришлось вверх. Они же максимум в сезон получают. Так это ему зарплата остается 7 тысяч. 50 тысяч. Ну вот слышали? Нет. Вот как Бог делает. Это за трактор, за солярку, за все. Он-то не получает ничего тракториста. Полторы тысячи час. Одиннадцать часов с половиной. Использование техники. Да. Вот они привезли сюда бульдозер. За доставку 21 сразу отдал. Сейчас увозить будут еще 21. И я должен взять это все на себя. Государство ни копейки не помогло за 25 лет в деревне. Они должны были восстанавливать ее. Сожженные деревни-то строят. А разрушили-то они не было. А почему деревня разрушилась? Никого просто не осталось? А вы знаете, сколько деревень разрушено? Да, конечно. Сколько? Почему именно это? Ну это тысячи. 21 тысячи деревень. А тысячи. Это не просто так. У нас здесь в законодательном собрании есть от КФРФ Нина Данилова. Такая умная женщина. Она говорит, исчезновение любого села это не просто потеряли село. Это потеря земли государственной. Тут будут жить Средняя Азия, Китаю отдают и прочее. Русские просто будут вытеснены дальше за Урал или на север. Мы не понимаем, что делаем. А мы показываем. Можно брать вещество к земле. Вот батюшка приехал, когда сюда. Ничего нет. Он лопату привез, курочки в котомке. Корову купил, на завтра пошел. И с нуля начал. Ни один священник не будет этого. Может быть какой-то найдется. Он с нуля совершенно. Ни электричества, ничего. Накупил лампы. Давай храм строить. А ничего нету. Со всей страны люди приезжали, помогали. Вот вы говорите, там блогер. Это другое. Я ничего этого не знал. Но когда письма писал, то у меня уходило. Каждый год я писал 1200 писем. Каждый месяц 100 писем у меня уходило и приходило. А так решили сразу ко всем обратиться. У меня последний вопрос остался? Так. Вам может заряжать? Можно зарядить? У меня есть зарядка. Почитайте до пяти, пожалуйста. Так что? А, все. Что за вопрос? Мотор идет. Да. По поводу обязательств, которые есть у людей, которые здесь живут. Вот члены вашей общины. Какие у них есть обязательства? Ну, самое первое. Все, что делается для того, чтобы человек мог спасти бессмертную душу. Жить по Евангелию. А дальше уже по частям показано, что если он тракторист, ничего смазочного нигде, чтобы в реку не попадало. По лугам зря земли не драли. Собаки зря, чтобы не лаяли. Потому что живем, лучше послушать пение птиц. Чужой человек появился, подойди спроси, кому приехал. В деревню всякая одна семья. Правило. Но все направлено для того, чтобы мы прославили в жизни Христа, жили по Евангелию. Вот это самое наиглавнейшее. Когда ты это делаешь, все остальное вписывается в это и просто втекает. Не делай ближнего, чего себе не желаешь. Больше ничего не надо. Ты хотел, чтобы с тобой так вот плохо поступили? Нет. А если бы мне предложили в разнодзор, то никогда не пошел. Это бесчестно. И они не работают. 110 тысяч в разнодзоре. 110 тысяч человек, форму дали, звание. И ни один ничего не вырабатывает, не делает ничего. Вот Петр Первый, когда образовывал службу таможенную, он просто сказал, он такой открытый был мужик. А поставить, говорит, сюда самых негодных людей, псов. И назначить зарплату самую низкую. И эти псы, говорит, сами себя прокормят. Вот и все. Вот их таких и поставили, они сами себя прокормят. Ими любыми путями. Вот не получилось так, сообщено. Они сейчас на меня заново подают штраф. Штраф нужен им. Чтобы показать, что они не зря деньги получают. Они же миллиарды выколачивают. Закрывают какие предприятия и рестораны. Ну и финансовые обязательства, да, я так понимаю, есть. У членов общины перед друг другом. Вы говорили вот на проповеди про десятину. Да. Так она нам не принадлежит. Про нее и говорить нечего. Просто я говорил, что не знаю. Она нам не принадлежит. Я заработал, выработал, продать на девяносто. Бог положил еще десятку. Сто. Десятина Божья. Она не моя. Ее бы не было. И он говорит, своей рукой теперь пойди и отдай церковь. А священник из десятины теперь должен взять десятину и отдать на нищих. Она становится не до девяносто прокормиться. Это не... Люди никак не могут понять. Бог говорит, вы обкрадываете меня. Бога. У Бога воруете. А у Бога воровать это святотатство. Из церкви еще нельзя брать. А как так? Я дал, чтоб ты передал. Вот мы живем на улице. У меня жена приготовит там суп, блины. А рядом бабушки беспризорные. И она малыша посылает. Отнеси такое, отнеси такое, чтобы он навык имел. Помогать нуждающимся. А люди-то этого не знают. Бабка. Любыми путями ее со света жить, а квартирой завладеть. Вон, врачи-киллеры в Санкт-Петербурге. Скольких убил. Бабок узнает, знакомится. Уколщики нету. А квартиру приватизируют. Это сказать страшно. Врач-киллер. А бабка, она... Мы не знаем, как ее жизнь шла. Но, как правило, эти люди одиноки бывают не случайно. Она неверующая. Верующих одинокий я не встречал ни одного. Вот она заболела. Кто-то там бегут. У нас она лежала. Туберкулез у ней обнаружили. Знакомая. Так врачи говорят, мы такого не видали. Каждый день до 18 человек. Она выздоровела и живет, и нужды нету. Угу. Я поняла. Хорошо. Давай здесь делать переливки. И еще обещали нам потом показать келью. Ну, или как... Мазанку. Передать жилой. А вы сами часто пользуетесь интернетом? Ну, то есть информация отсюда получается? Да. Один раз в день стараюсь заходить. Угу. И потом и по скайпу не говорить ничего. По скайпу каждый день просятся. Вот только сейчас с Израиля, с Германией, с Францией, с Чили. Угу. В Парагвай. Да я не беру российских сколько. Всем отмечаю. С 10 октября. С 10 октября. Когда закончатся работы, да? Да. Я вернусь в город. Здесь, во-первых, это накладно. И не садим, по скайпу здесь не говорю. Угу. Никак. То есть даю ему вот фарфоретку, скидываю. С 10 октября. Все. Угу. А какие сайты у вас смотрят? Я не смотрю почти никакие, на которые мне не указывают. Я работаю со своими... У меня сайт во Сети Библии, сайт. Да, да. Не, я имела ввиду, что вы же информацию хотите получать тоже? Мне... Мне кидают что надо. Я не лажу в интернете. Угу. Мне дают информацию, каждый день в Мейл.ру скидывают и говорят вот... То есть работают люди, мне искать не надо. По интернету я не лажу совершенно. Угу. Угу. У меня свой Мейл.ру, свой сайт, свой форум, свой видеоканал. Кроме того, на меня открыты Твиттер, Фейсбук, живой журнал, Одноклассники, ВКонтакте. Страница у меня, но я там не бываю, там модераторы работают. И что нужно, они ответы дают. Я даю на форум только на свой. А кроме того, я каждый день один ролик события дня прошедшего. Вот завтра я скажу, были ТВ-24 из Москвы. Вас как звать-то? Анна. Анна, да? Угу. Ну у нас по-деревенски Нюра. Угу. Не смущает вас? Нет, нет. Так всегда было у русских людей. Угу. Ну ничего. Вот видите, как я мог бы там работать, мне это не нравится. Где там? Фейсбук, проще, страшно не нравится. Несовершенная система. Более совершенный из них контакт, ну лучше всего мой мир, Mail.ru. Ну они его укоротили, видимо по указанию сверху. Ну представьте, раньше я мог три кнопки нажать и десять тысяч человек одновременно получали стихотворение и двенадцать фотографий. Десять тысяч человек. А сейчас я на каждого по одному давать должен. Не, мне перебивки сейчас. А, угу. Ну в смысле, что не звука. Ну каждый день я выставляю от девяти до одиннадцати роликов. Каждый день, здесь находясь. Это без скайпа. А в городе, когда там больше, в основном это разговоры. А вы давно поняли, что это инструмент общения с аудиторией? Какой? Сейчас, что это главный инструмент общения. Ну, конечно, интернет. Да, главный. Когда вы это поняли? Как тогда? До этого? Когда, когда поняли? Ну сколько лет назад? Я сразу понял это. Сразу понял? Сразу. Меня уговаривать нигде не надо было. Наоборот, удерживали еще. Сразу же нашлись люди, которые составили программисты хороший форум. У меня на форуме 1593 темы. Тема эта огромная-огромная. Если патриарх, там все его выступления в храмах, что о нем сказали, там все есть. Если Путин, написано, Путин зарядить и поисковик. Там все, как пришел, кто он есть, руководит. Как в Сирии это отдельно. 1593 темы. И там видео есть, аудио и чего-то нет. Ну и сайт. Сайт наш исключительно богатый. 50 книг моим голосом начитаны только. Поэтому я знаю, что такого просто нет нигде. Ну и видеоканал, два-три года будет скоро. 5400 роликов наших только стоит. И все разбито по плейлистам. И находятся люди, которые, живой журнал, не я образую это. Вот наш форум, я могу сказать, один из лучших в интернете. Как легко по темам разбито, как легко искать. Поисковики как поставлены. Ну если один раз только зашел человек, он поймет, что работали очень высокого ранга люди. У нас программистов несколько. И кроме этого другие неизвестные нам люди. Ну представьте, вот переделать такой сайт и сразу с Израиля, с Белоруссией соединились вместе и начали переделывать. А это не игрушка. Это 4124 ответа по фактам разложить. Другие начинают там на английский переводить или что-то. Это не я делаю. Просто я молюсь и Бог дает. И вы-то приехали, это тоже по молитве. Мы молились, чтобы Господь вразумил власти. А говорят, а что надзор от сатаны? Делают они то, что сатане нравится. Там может быть есть хорошие люди, но они не делом занимаются. Здесь есть все с перебивками? Ага, понятно. А вот нам еще нужно показать вот это место, где жили ребята. Вы откроете прям дверь, да? Покажете Арслана? Так, а где скрепите-то? В какой комнате? В этой. Сейчас, сейчас, секунду, секунду. Там никого нету? Где? Здесь. Виталий тут. Здесь Виталий? Да. А у вас где-то есть этот устав? Да. Устав можно почитать будет, да? Как почитать? Его уже убрали. Мы уже на склады все снесли. На складах уже все. Не здесь, а там в деревне есть? Все это в прошлом. Они когда заезжали сюда. У вас же в книге, в храме есть устав. А, да. Ну, в храме-то там какой? Там же не лагерный. Церковный. Хорошо. Арслану покажете? В храме вы его сфотографируете. Окей. В смысле? Хорошо. Заходите, сразу найдете. Хорошо. Так. Ну, а лагерный все сняли. Они вот эти стенды были большие. Покажите, пожалуйста, вот где ребята жили. Давайте прям зайдем внутрь. Как там? Что было? Расскажите нам. Это сейчас взрослые тут обслуга живут здесь. Вот вверху и внизу. Вместе с воспитателем восемь человек. Семь насильников и старше. А давайте зайдем с вами? Давайте зайдем. Постоем. Так. Ну и вот... Вот это плохо видно. Здесь только ночевать. Ну да, здесь так особенно... Ночевали, дождя нету. Больше им ничего и не надо. Весной побелят здесь, подготовят. И теперь здесь не будет нигде. Но не тесно здесь, да? Вы считаете, для детей самое то? Летом в лагерь? Ну не самое то, а другое на большее мы не способны. Как это самое то? Если бы были средства там и проще, чтобы сделать это по-другому. По-другому мы не можем. Давайте другие посмотрим. Что это идут доски вверху. А там у нас даже досок нету. Подойдите сюда. Вот, посмотрите. Вот это вот следие. Вот они, крыша на чем лежит. Видите? Кривые. Вот она. Клен. Клен рубим. И вот какие. Видите? Сверху глины промазано. На них лежит доска и дальше шифер. У нас еще нет. Давайте внутрь заглянем. Точно так же. Это внизу. Это не на полу. Это от земли 20 сантиметров. Поднято. Вот они следи. Ну, спартанские условия все равно. Ну, какие мы так вот и не знаем. Спартанские, это там хуже. Как говорится, не хуже. Вы знаете, как спартанцы давали экзамен? Спарта. Все, это мы уже, да. Знаете? Снимай то, что тебе нужно. Давайте туда, где девочки спят посмотрим. Это у нас вот клубница. Это все заросло сейчас. Это виноград. Вот посмотрите. Вот еще вот сделано. А если бы был лучше, то где лучше взять? У нас ничего нету. А вот когда ничего нету, построй. Тогда будет видно насчет спарта. А просто так-то это все надо было глину возить. Мешать соломой. Это так непросто. Дальше стеколка вынимается. Дальше видно, что там сетка от комаров. Вторая. Мы сейчас здесь не могли жить. Из-за чего, посмотрите. Из-за чего. Пищина какая. А, убрали уже. Здесь вон она, гнездо. Вам видно? А, седая, да? Вон она где. Чтобы ласточки не мешать, решили освободить келью. Нам что они начали показывать, оно все. Вот она. Из чего, глянь. Просто страшно смотреть. А там доски. Там уже взбогатели маленькие. Каждая шиферинка куплена. Сколько она сегодня стоит. Это ни день, ни два. 44 года. И мы этой нищеты не замечаем. Нам даже нужды нет. И детей, песочница. Там они играют. Детям интересно. Они это понимают. Что они дома ничего этого не имеют. Прогалы живут. Те, которые приезжают к вам на реабилитацию, да? Ну, они не. И такого нет слова реабилитации. Просто они называют трудный ребенок. Я понимаю, безбожный. Когда о Боге человек знает, он таким не будет, как он. Я его стараюсь привести. А если он не понимает, значит отправляем домой, чтобы не мучился. Родители крепко верующие. А ребенок не верующий, я его уже не приму. Но если ребенок хоть чуть-чуть верит, а родители не верующие, я его возьму. Будем учить. Чтобы ему не испортить лето. Мы внимательно за этим смотрим. А не так, что взяли ребенка и давай теперь его заставлять. У нас этого нету. Ничего ради. Он сам не желает и ничего не будет. Пожалуйста. В комнаты, где играет пеннис. Инатий Иванович, в этом году-то двое приехали. Это из пятидесятников-то? Да. Были пятидесятники. Это не православные. Я знаю, да. В конце уже стали хрестеться, молиться и все. Никто их не заставляет, просто они видят. Притом привозили с новой жизни, называется секта такая. Ну да, конечно, тоже говорят, что они не секта. У меня подруги ходят туда. Знаете, мы живем просто без напряжения. Вот наша, видите, где овцы куда угнали? Вон она, на бугре. Прогнали. А туда нельзя было прогнать. Вот два дня назад мы завалили там проход через воду. А они сами это не могут. Приходится мне тут каждый год работать. Смотри, они прошли уже по вершине. Это когда была деревня, то вот здесь были эти скотные дворы. Малышные дворы. Малышные дворы. Ровники. Свинарьи. 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 Свинарь. 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 А вот в этом закрепись. И он это все посмотрел, он следователь, там стал батюшка сейчас, Московская Патриархия, он спущен сейчас. Он говорит, мне бы не разрулить никогда. С воспитателем это что делать? Я бы Николаевский была в церквях Московской Патриархии. Вот вы когда будете у нас, вот это вот, фамилия Виталия Колинникова, сегодня в церкви ролика о нем вышел, как мы беседуем. Вот сегодня только. И вы когда его видите, скажете, да, я его видел. А это с Украины хлопец. У него там свои разговоры. И тоже надо найти и определить. В прошлом году у него никаких должностей не было, кроме того, чтобы работать. А нынче воспитателем поставлены. Ничего нельзя было. Научили его тоже, да? Он сам должен научиться. Я только показываю. Этому нельзя научиться. Он должен все уметь. Вот вы в семье, если замужем, лидером не можете быть. Лидер только для детей. Вот сегодня материал принесли. Где-то у меня наши спрятаны. Почему войну было так? Вот убили командира. И на его место в атаку повел не капитан, который был там, а лейтенант. А он починул на два ранга ниже. Почему? И стали исследовать американцы. Нашли шесть причин лидера. Первое. Вот вы хотите быть руководителем, допустим. Предприятие организовать. Первое качество. Решите, есть или нет у вас оно. Воображение. Вы должны мысленно прикинуть, что потребуется. Как получить землю. Когда соперники нападать будут. Какой контингент. То есть до конца проиграть все. Второе. Знание. Ты должна знать свое. Вот это третье качество лидера. Это умение. Четвертое. Решительность. Ты еще не выступил, а враг уже белый флаг выбрасал. Он понимает, ему не устоять. Шестое. Пятое качество. Беспощадность. А как? К разбильдяйству. К недержанию слова. Отметай. И последнее. Самое трудное качество. Привлекательность. Несмотря на то, что тебя здесь нет. Ты все время в эпицентре событий будешь. Даже строгость. И будут понимать все, что по-другому нельзя. У нас есть люди, которые. У меня знакомые. Пять качеств имеют. Это отличные лидеры. Последнее качество нет. И он не может повести ни лагерь. Ничего нет. Качество. Привлекательность. Вы заметили юмор. Понимаете? Это такую разрядку дает. Тут какой-то велосипедист проехал по всей стране. Какая-то фамилия там такая на букву К. Его спросили какое качество больше всего потребовалось. Он говорит юмор. У меня милиция задерживает. Я разрулю. Скажу так смешно. Гляжу меня опять отпустили. А другой по старообрячески надуется. Ну и его гнобят. Конечно. Так. Я звоню своим телефоном. Вы тогда с меня эти телефоны-то снимите. Смотрите. Да. Да. Сейчас снимем. Ну что. Не надо подумать. У меня ничего не будет. Официальные импортажи были. Да. Да. Завтра опять вернемся. А какой? Вонарай. Сейчас скажу вам. Бамба побытел староста у нашего. Вот он уехал сегодня на соленые там озера. Ребриха. Как? Ребриха. 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 О. Это в обратном направлении. Да. А что там? В гостевой дом мы там остановились. У вас кто-то знакомый там? Нет. Почему? В интернете нашли. Гостиница? Это гостиница. Да. Да. Ладно. Мы уж так определились. Нет. Ну смотрите. Туда-сюда. Это уже не игрушка. 50 километров. А зачем вам мотаться? Мы сейчас с вами на малину сходим. Поедите. Ну у нас там просто все вещи. Ну еще. Я вам не советую ехать. Это напрасно. Это не надо делать. Это вредно для тела. Закройте. Вы еще так боитесь комаров-то? Да нет. Он просто не приятный. Ничего не будет. Только не расторапывайте. Осменяю это. Премудрости. Снимите. Да, да, да. Сейчас. Я просто думаю. Нужно это. Не ездить. Я говорю. Ребриху ночевать. Это вообще я такого не видел. Это уже все поговорили. Ну сейчас посмотрим. Надеюсь, что мы успеем. Успеем. А зачем вам это сколько-то время отрядить на нас? Смотрите. Мне нужно еще снять... А, ну завтра же вы дорогу с ней будете? Да. Завтра мы будем пруд запружать. Пруд запружать. Прорву где воды. Вот в одном месте. Вы сказали дорогу. Дорогу мы закончили. Вчера закончили. А. Дорогу. Латину делать на пруду. Сейчас будем дамбу возводить, чтобы весной была вода поднять и там рыбу можно разводить. Мы все уже подготовили. Смотрите. Мне нужно снять еще... Вот сейчас мы с вами записали отличное интервью. Да. И мне нужно снять под него картинку. Да. То есть вы что-то делаете. Но я хочу, чтобы вы прошлись по полю. Ну потому что это очень сильный такой символ русский. Да. Мы с вами проедемся на велосипеде. На велосипеде? Да. На поле я зачем пойду? Я не сею в поле. У меня нет... Не-не-не. Ну просто... На фоне Гречихе. Да. На фоне Гречихе. Как раз вот там по полю обратно. Да. Что еще вы будете сегодня делать? Сегодня ничего. Мы пойдем сейчас за малиной. А. Отдохнуть на малине. Ну хорошо. Колхозные сады бывшие. Я хотел, чтобы вы с нами пошли, а вы... Мы пойдем. Пойдем за малиной. И у вас же компьютер здесь есть? Есть. Вот. И мы с вами посидим за компьютером. Так вот компьютер у него здесь. Вы Никиту лучше посидите. А. Ну давайте тогда... Никита разбирается. Никита это кто? Это вы? Никита. Иначе Иначе Иначе, они хотят, чтобы вы именно за компьютером сидели. Да, да, да. Ну то есть вот он же рассказывал нам, что сколько каналов и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Вам охота именно там, где я буду. Ну прям в комнате. Тогда надо ко мне туда идти. Я не хочу это, но... Туда, к вам, да? Где вы были? Вот напротив прям я здесь живу. Вот шалаш. Вот имейте шалаш на 30 человек. Вот зайдите, посмотрите. Какая красота. Пойдемте. Ну ваш товарищ. Так вы живете где? Здесь? Он снимает пока все то, что вы нам показывали. Пойдемте. И там летом ведут занятия, песнопения. Сделать такой шалаш, понимаете, это не каждый сделает. А дети помогали. У нас все заснято. Пойдемте. Как заросло буйно. А надо загородить. Вот посчитайте, сколько столбов только загородить его. Скажите, на 30 человек. Пойдемте. Вот так. Заходите. Скажите, я тут была. Пойдемте. Пойдемте. Распрямляйтесь. Вы головой не достанете до потолка. Да. Видите, какая мощность? Прочность. Он не промокаемый. Прочность. Действительно. Камыш. Камыш. Это, ну, человек, который не делал, ничего не сделает. Одного человека, как Ленин в шалаше, это можно сделать. А на 30 человек это, вон он, даже сверху видно. А вот видите, чтобы не промокало, а вот целлофан. А целлофан портится. Сверху материя надо накрыть. Вот как это выглядит. И деревья сами ходили. Бак какой. Пришли пожарники, а тут полтора кубометра воды. Они их претензий никаких не имеют. Совершенно. Вот умывальники, здесь и человек. Все хватает. Но мы им мозоль. Потому что мы не такие. И никого не касается. Вот это вот фильмы, вот это вот подземелье. Вот смотрите. Когда здесь были рядом пастухи, вот вы запомните это место. Здесь это не было вверху, а просто вход был. Это навозная куча. И мы там разные коноплю старые втыкали, как будто вот такой есть. На самом деле там была дверь. Когда раскопаешь землю, там дверь открывалась. И там лежали бревна и дрова. КГБ каждый год находило. Но они ленивые очень. И они туда зайдут, а там бревна огромных надо выносить. Дрова, ну еще тут. Но если бы они их вытащили, то там щупа можно нащупать дерево приоткрыть. Тогда лаз открывался. Вниз туда идет. Если бы туда зашли, там бы нашли подвал. Вот так вот. Там картошка. Но если бы картошку они выбрали, то поворачивалась дверь. И шел тоннель туда со светильником и туда вниз. Где можно было молиться. Это ночными часами мы долбили, долбили, выносили на себе. Это называется катакомбная церковь. И таких у нас было шесть в разных местах. Дети не выдали ни один. Это особое покорение росло людей. Дети все это видели и понимали, что такое добро. А просто так это. Так, надо идти нам уже. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Хотя гречишное поле не очень красивое. Слушай, а у нас... Мне кажется, был пройтись не очень полезный. И за компьютером. Вот. Я еще, конечно, хотела, чтобы вы рассказали вот это вот. Про то, что вам-то лично ничего не нужно. То есть логично это придумать, как преподнести. Поэтому я не снимаю микрофон. Вот. Завтра мы будем как раз плотину делать. Это очень интересный момент. Да-да, ну конечно. Потому что заброшенное восстанавливается к жизни. Конечно. Издалека технику такую пригнать. Человек работает. Три пруда, думаю, можно было посмотреть. Удивишься. Устрашишься, зайдешь. Это не просто дамба. Это что-то грандиозное. Мега сооружение. Это все вот надо обдумать, как лучше. Вот у стучки это надо, видишь, обрезанное. Вот. Володя лезет, куда делает. Сколько деревьев. Дети учат. У вас просто здесь много. И все объедены одной идеей. А это сразу как организм большой работает. Да. Правда? Да. Не каждый сам по себе. Не каждый свою новую качество. Он не может быть одиноким человеком. Вот его едут сегодня. А что? Уйдет. А все ли у него есть? Вот она, Люба. Вот рядом одна женщина живет. Она держала там сколько? Две коровы у нее? Угу. А вещик держала. Куриц сколько? Куриц только семь пар. Еще у нас момент съемки. Момент съемки. Помнишь, я тебя просила? Да, да. У нас люди очень интересные. Я, видите, уехал? Да, уехал. Вчера уехал. Господи, почему их так много? Да. Вы, конечно, привыкшие. Значит, у нас чистые. Если комаров много? Конечно. Птиц много. Так это немного. Вчера мы где работали, я вышел. Вот это вот ничего не видать. Потняхом. И здесь тоже комаров столько облепили. Один к одному, вплотную, полностью все покрыто. Вроде ветер, поэтому... А тут ветер, тут нет. Это не комар, смотри сколько. Я даже ни разу не хлопнул. Ну, у вас иммунитет все равно. А вы смотрели фильмы «Я легенда»? «Я легенда»? Да, это же про хоккеистов, да? Нет, 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 нет. Про... Не смотрели. Там про... А, смотрела. Пореченков там играет, да? Нет, конечно. Нет, нет. Американский фильм. А, значит... И Олис играет, кажется. Я думала, что... Начинается так. Футбольный матч передают. И в это время диктор говорит, изобретенное лекарство против рака. И в это время женщина сидит и дает интервью. Сама улыбается. И как? Какой процент излечения? Она говорит, сто процентов. Сто процентов? Да. Ни одного случая не было. И вдруг три года спустя. Three years ago. И показано, что пустой стоит. Вирус вырвался на свободу. Пять миллиардов умерло на земле. Вирусным путем, воздушным, капельным распространяется. И только иммунитет у малой части где-то единицы. А остальные превращаются, умирает или в манкуртов. И эти люди чудовище делаются. Только ищут где живого человека и сжирают, все съедают. Людей съедают. И дальше разворачивается картина, как один это лекарство вырабатывает. И погибает, когда они на него нападают. Это надо увидеть. И когда в конце одна встречается, а он каждый день выходит. Эти люди, которые манкурты, они только ночью выходят. Дневной свет они не могут переносить. Какой-то. Вы как заповедь пересказываете в фильмах. Ну просто так. Используя такие обороты. Очень интересно, правда. Я как-то разговаривал. Она приехала здесь, профессора одна. И я говорю, знаете, вот этот человек не спопашился. Она, стоп! Какое слово? Я говорю, не спопашился. А откуда вы его взяли? Я говорю, мне Лев Николаевич Столстой. Три брата оттуда взято. Я просто указываю откуда. Она сразу раз себе записала. То есть не сумел вовремя подставить руки к этому. Не сообразил, что делать. Не спопашился. Угу. Мы многое утеряли из интересных выражений. Я вот иду с мамой. У меня мама что-то сказала, я скорее раз запишу. Так. Простое дело. У нее отскочила стелька. Она не говорит, стелька отскочила. Смотри, стелька-то отцепилась. Такое выражение. Она будто прицеплена была и отцепилась. Так, что еще вам говорила? Каждый человек, как мы говорим, это космос. Им столько может быть. И надо раскрыть. Талант если не раскрыть, ты перед Богом будешь отвечать. Я не хотел там или что-то. Ты отвечать за это будешь. Бог дал коротенькую жизнь, чтобы развить этот талант. Чтобы он послужил на пользу ближнего. Вот у меня ребята идем по язву. Так не вставать. Больше трех шагов, чтобы не было. Я накажу вас. У меня такая трава дорогая растет. Называется идея. Она трава, а на ней, наверное, на конце шишечки. Я еду и по сапогу стучу. Потом я вернулся назад. А пацаню наконец вот так вот далеко стоит. Я стоп. Если сказал стоп, все должны остановиться. Вот теперь лишнее за трех шагов, если больше еще-то. За каждый шаг я тебя накажу. Знаете, он как прям, вот родной прыжок. К три и прям рядом оказался. Вот какое дело. Его надо развивать. Вот здесь стоит у меня стол. А он неуклюжий такой. Я взял вот так у него фуражку и повесил. А без фуражки нельзя за стан выходить за ограду. Я говорю, смотри, как вот так вот ноги пересыпляет. И он залез и достал. Сел и заплакал. Я говорю, Саша, а что плачешь? А я и не знал, что я умею лазить. Его развить надо. У нас специальные березы с крепкими сучками. Где дети как вблизиам лазят? Ушим. А упадет, упадет беда. Но я их под зеленым сукном не держу, ребятишек. Они даже все умеют делать. Они вот такие маленькие крокотульки третилетние. Вот вот здесь вот. Все это, они сами стряпают, формы закладывают. Сами смеются. Это надо видеть. Это рождается новый человек. А эти, которые нападают, у них ничего нету. Роспотреб... Потребители. Название с тобой. Да, да, да. Потребители. У них ничего нету. И поэтому они вокруг моей колокольни бегают и лают. Как Лев Толстой говорит. Это... Если бы что-то было, они бы занимались своим делом. Вот нам пошли, я вижу стадо. А я знаю вот эту дорогу, мы только что сделали. А там вторая дорога. Они могут перейти, там сильная хорошая трава. Там больше молока будет. А это мы вчера сделали. И позавчера. Это мне обошлось 35 тысяч. Но теперь дорога свободная. И сегодня одному, который в соседней деревне работает, я подозвал и говорю, Игорь, тебе царский подарок. Да я уже слышал, дорогу сделали. А ему надо объезжать вон туда вокруг. А теперь напрямую. Мы просто в нескольких локациях это снимем, да? Чтобы показать периодичность. Все, давайте тогда велосипед снимать, да? Да. Ты что, пошли? Да. На велосипед. Да, да, да. Только... На велосипеде тебе надо снимать. На улице нельзя. Ну конечно. Вы только с Арсланом договоритесь, как снимать, чтобы не делать лишние движения, чтобы всем было удобно. Да. Ну, как скажете. Так, а с меня-то еще не снимается, это амуниция. Да, а что она вам дышает? Нет еще пока. Терпи. 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 А мне нужно, чтобы это было очень подробно снято. Тогда давайте мы все сделаем по это. Тут ветки ничего не видать, а тут вот оно все. Вы за это не переживаете. Вы не понимаете, нам нужно снять, как вы проходите, берете, садитесь. Ну, то есть вот, все эти действия... Тут ты приготовишь, ты пока поставь! Он сейчас приготовит все тогда скажет мне? Тут есть питьевая вода где-то или нет not? Есть. На кухне спросите вот. Здесь есть одна вода, и вот если выягете... Не забудьте вылить, а то размёрзнется. А рановато, батюшка, ещё. Ну, маленько рановато, да. Пить хотите? Потом не забудем. Смотри, чтобы не наступили на это. И сразу меня потом отнесли. Этот поделок. Это вы хорошо, что воскресенье. В такой день я бы и минуты не оторвался. Вы же нам так и сказали, что только воскресенье. А в остальные дни работаете? Целыми днями на солнце жарюсь. Сейчас нужно большие короба для слива воды делать. В доме перекрывать полы. Вот на той стороне, вы не видели, где мы молимся. Специальное возвышение сделано, что там комаров нет. Слушайте, а вот эта церковь, про которую вы рассказывали, что она внутри. Каково было её предназначение? Какое? Вот это? Подпольное которое? Вот это? Тогда коммунисты были. Приезжали люди. У нас всё надо было прятать. И охотились. А сейчас там это всё есть? А сейчас всё открыто. В подвал сделали. Замасыпали. Уровень воды поднялся и прочее. Мы никогда не соглашались с такой человеко-ненавистической политикой партии. Никак. Человека сотворил Бог свободным. В Библии написано, где Дух Господень, там свобода. Духа Божия если нет, там тогда рабы живут. Да. Арслан. Пожалуйста. Поработайте. Давайте. Можно будет вас попросить? Я буду вас останавливать. Потому что мне нужно будет принять объективы и выяснить. Так что мне нужно сделать? Сейчас вам нужно будет подойти по команде к велосипеду, сесть на него и выходить из кадра. И вот туда поеду. И вот туда поехать. И потом там я развернусь. Второй кадр, да? Да. Хорошо. Сейчас я пойду. Сначала отвернусь. Что ты говоришь? Спасибо. Спасибо. Опустел лагерь-то наш. Все, теперь до следующего года. Уж как бог даст. Оставлю. Можем мы еще вас немножечко помучить, чтобы покатались немного. Еще, еще просит. Еще? Дубль. Да, дубль. Еще один дубль. Ну-ну-ну-ну. Ладно, смотри. Вам куда-то надо выйти, чтобы столбы не мешали. А я сейчас выйду. Там одежа помешает. Не, одежа не помешает. Заходите, только не езжайте. Я вас буду. Подомой. Спасибо. Он же не уедет сейчас и не уедет. Мне кажется, он правда поедет. Стойте, стойте, стойте. Стойте, стойте, стойте. Едем. Рукой махните. Понял, нет? Да, да, понял. Вот что значит талантливый человек. Да? Во всем талантливый. Правильно? Ну, конечно, уникальный человек. Уникальный. Актерский был, да? Ты обратил внимание, Арсан? Ну что, нам теперь нужно какое-то поле, где вот так вот. Есть такое? Ну вот оно, на пути. Но нас свело, вы опоздали. А вот светет то, которое за усинами, только цветет белое, как брондынь. Ну, вот я думаю, может быть просто, смотри, чтобы здесь закончить, попросить вас где-то присесть, присесть и остаться наедине со своими мыслями, да? А мы вот поснимаем вас. Не в том месте, где мы писали интервью, да? Может быть, это стоит. Может быть, пройти, где купили, вот здесь буквально сто пятьдесят метров. Озеро там? Да, да, да. Давайте, конечно. И там, где мы купаем, где крест. Давайте. Давайте. На самом деле, задача там снять просто такое. Вы чем помочь? Вы философствуете внутренне как будто, да? И я на эту картинку положу ваше интервью. Понимаете, да? Ну, то есть у вас... Я не должен там сидеть ничего говорить. Не-не-не. Вы должны просто задуматься о великом, о высоком. Туда на озеро пошли. Внутри, да? Это включи're крёппу, и человек. Он прям просто... Только последний лет Bhatt, пока AF.